Всем привет! У нас сегодня 13 мая, четверг. Погода у нас сегодня отличная, но дожди от нас не отступают. Ну никак. Все равно хоть и солнышко, хоть и тепло, чем почти 20 градусов, да, но все равно хоть там 2-3 часика дожди пойдут. Вчера вообще ливень был после обеда, гроза была. Вот, никак не хотят отступать от нас. Денис у нас сегодня в больничном повел, сейчас провожать Леру в школу пошел. Ну вообще у меня в планах в этом месяце, в мае было насчет уборки. Это домыть окно Лерина наконец-то, потом расслабить кладовку тоже наконец-то, давно не было расслабления. И сделать генеральную уборку у старшей дочери в комнате. Она это никогда не делает, она никогда... Нет, она так убирается, так сверху, но генераль-то всегда генералю я. Она этим заниматься не любит. И вообще как-то, ну короче, разбаловала я их всех одним словом. Уборка вся на мне. Так что сегодня я, наверное, начну хотя бы с окна. Денис мне его вчера открутил, я говорила, что она у нас старая, да, уже замки толком не закрываются. Она деревянная, все уже распухло, и мы уже лет 50 этому окну, ну уже больше 50, наверное, как дом построили. Не делаем мы новое окно. Почему? Потому что я все-таки в надежде отсюда переехать. Не хочется вкладывать деньги сюда, да, в эту квартиру. Поэтому вот пока живем так. И оно было прикручено на болтах. Я не знаю, что вчера Денис меня открутил. Сегодня, наверное, буду мыть, стирать шторы. Вот. А на следующей неделе уже, наверное, расхламлюсь до конца кладовку. Кто смотрел мои расхламления, мы ее начали расхламлять еще месяц назад, наверное. Но так и не закончили. А уже через неделю еще, как раз в последней майской неделе, я, наверное, прогенералю, ну это самое легкое, прогенералить Настину комнату. Потому что у меня же сейчас генеральная уборка, если раньше у меня состояла из разбора шкафов, там, то сейчас нет, сейчас состоит из чего там, ну помыть люстру, да, что-то где-то пыль на шкафах протереть, там, под кроватью. Вот под кроватью надо у нее разобрать, я даже там не разбирала. Потому что все шкафы после расхламления у меня разобраны и держатся порядок там. Поэтому сейчас на это время я не трачу на генеральную. Окно мы у нее мыли, тоже не надо. Ну, конечно, там генеральная уборка я лежу на час, на два это максимум. Так, у нас время сейчас 12 часов. Хочу показать, чем я занимаюсь в основном, ну, в обычные будни, да, примерно в это время. С утра, вот как проснулась, и до 12 часов. Во-первых, я занимаюсь монтировкой видео. Вот мой творческий беспорядок. Это вот сейчас я закончила, закрыла ноутбук, хотела просто показать, чем я занимаюсь. Сначала я монтирую видео, или потом я монтирую видео, потом занимаюсь школой маркетолога. Я уже говорила, что я сейчас пишу финальный проект этой школы, уже полмесяца, наверное. Вот. Еще вот у меня тут английский лежит. Это я, я уже тоже вам говорила, что я в ТикТоке тоже сейчас выставляю видео небольшие, ну, пару видео в неделю, как мы занимаемся английским. Ну, я им не занимаюсь, в принципе, я не учусь, а вот с Лерой, с дочкой, как мы занимаемся. Так что, кому интересно, можете зайти на мой ТикТок. Ну, я туда редко захожу, я просто выставляю видео и выхожу. В принципе, я не интересуюсь этим, вот, самим ТикТоком. Так, вот у меня такой, у меня тут бумажки всякие, записи какие-то, вот, книжка, воронка, продажка. Вот, так что занимаюсь. Все, а сейчас я пойду пообедаю и займусь уже физическими делами, а то я на кровати. Я иногда, конечно, за стол сажусь, но в основном, чаще всего, я удобненько сяду на кровать, вот, подушечку сяду по спинку. Вот, и занимаюсь вот сидячей работой, да. Сейчас пообедаю и буду заниматься уже физической, уже, вот, буду, наверное, окно сегодня мыть. Сейчас Денису что расскажет, чтобы снял, тут что тяжело снимается. Потом уборка, готовка и обычные будни начались. А на обед у меня будет борщ. Я вам уже тоже в предыдущем видео говорила, что я теперь считаю калории. Я хочу съедать, попробую сначала 1700 калорий в день, ну, потом, может, уменьшу, если не получится, там, похудеть, да. Вот, хочу с вами посчитать калории вместе. Вот, одна порция борща, это где-то, ну, не одна порция, 100 грамм борща, где-то 50, ну, со свининой именно, где-то 51 калория. Это я в приложении, вот, которое я скачала в приложении, там было написано, 50, у меня где-то грамм 400, ну, чашка 500 полностью, да, значит, где-то грамм 400. Значит, у меня где-то 204 грамм, да, 204 калории в борще. А мне нужно на обед съедать, ну, где-то 600 калорий, я так рассчитываю, да. Вот, мы сейчас округляем, 200 калорий, считай, здесь, в супе, в борще. Плюс я положила сметанку, 15-процентная сметана, 1 ложка, 16 калорий. В принципе, не очень много. Ну, у меня ещё там осталось, в принципе, много. Я решила себя побаловать сегодня съесть кусочек белого хлеба. Кусочек, ну, это где-то 100 грамм, да, я думаю. Ну, не взвешивала, не знаю, я считаю, как 100 грамм. Просто у меня весы батарейка, короче, надо батарейки менять и взвешивать. Никак не куплю батарейки. Вот, один кусочек хлеба, ну, 100 грамм хлеба, 266 калорий. Это больше, чем чашки супа, представляете? Вот, ну, я взяла вот одну, потому что тут мало калорий. В супах вообще как бы мало, особенно куриный, если супчик, там вообще мало. Без кожи, особенно, когда если варишь. Так, ну, значит, у меня всё в общем получилось 487 калорий. А я рассчитывала на 600. Так что ещё у меня осталось немножко калорий, я ещё что-нибудь потом перекушу. Может, съем там бананчик или ещё что-то. Вот так вот я считаю теперь калории. Суп, это, борщ вчера Денис варил вкусненький. Так, а ещё мне вчера подарили вот такие две коробочки конфет. Соседка подарила. Ну, мы иногда помогаем нам с ребёнком сидеть. Конечно, другому помогаем. Вот, и вот она нам угостила такие две коробочки конфет. Она с каким-то алкоголем. Я тут уже сама вычислила, сколько калорий. Тут написано, что в 100 грамм 464 калории. Эта коробочка конфет как раз где-то 100 грамм. Значит, приблизительно одна конфетка будет где-то калорий 50. Может, чуть побольше, 60. Ну, вот мне что-то так захотелось сладкого. И так как у меня там ещё с обеда остались калории, я себе позволю ещё конфетку. Съела конфету. Ну, была бы она вкусная, если бы была без алкоголя. Я просто вкус алкоголя не люблю. Какой бы он ни был, мне кажется, он противный. Вот шоколадка сама вкусная. Сейчас Лера пришла из школы. Говорит, я получила пятёрку по-английскому, да, Лер? И, говорит, меня учительница стала хвалить. Говорит, что ж ты в конце года начала по-английскому учиться? Я говорю, ты маме скажешь спасибо. Мы же в конце года с ней начали, ну, английским заниматься самоучителем. Но мы не только самоучителем занимаемся, а мы и по учебнику занимаемся. Своим учителем занимаюсь только когда время есть. Ну, там, домашку не задали, вот так вот. А то есть стих выучит, то есть тест написал на пятёрку. Прям молодец. Вот, не зря мы занимаемся в час, в день. Я ровно час в день с ней занимаюсь, ну, в будни, выходные нет. Ну, и то это плода даёт, да. Так, Денис мне снял шторы, побросал, уже тут всё перевернул. Сейчас цветочки буду убирать и мыть. Блин, туса. Все кривые. А ещё у нас вчера... Ну, тут бардак Леры. Ещё вчера у нас упала лампа. Прям Лера делала уроки, и она на неё прям чуть не свалилась, прям перед носом. Это вот, она держалась вот на этом креплении, и она, видимо, расшаталась. Ну, она постоянно туда её, сюда, эта лампа, она же двигается, и она, видимо, расшаталась. И, короче, раскрутилась и свалилась. А вот, чтобы её сейчас сделали, это нужно стол отодвигать. А у нас стол такой... Ну, неудобно, да, его отодвигать? Ну, надо, потому что так не прикреплюсь это крепление. Сейчас будет Денис заниматься этим. А, я окошко. Чтобы помыть окно, пришлось разворотить всю комнату. Капец, у нас она не открывалась. Сейчас всё открывается. А то из-за кровати не открывается... А теперь из-за стола до конца не открывается. Я так боюсь. Ладно. А тут... А тут мешаются Лере на игрушки. Ой. Окно, конечно, капец, как всё разваливается. Ну, пока ещё дышат. На улице сегодня тепло-тепло. Так, ну, полкомнаты готова. Вот, как всегда, возьмёшься за одно дело. Делаешь почти генеральную уборку. Я уже под кроватью помыла, убрала. Там куча тоже была. Вот. Ещё шторы не достирались. Даже тюль помыл. Вот мои декабристы здесь. Мои цвели хорошие. Всю зиму цвели. Пускай отдыхают теперь летом. Вот. Что здесь? Орхидейка. Красота моя. Тут тоже цветочек помыла. Ну, я всё под душем их помыла. Все. А ещё, вот тут у меня растёт. Я вам говорила, я покупала луковицы, или как они называются, цветов. Забыл, как называются, тоже бумажки выкинула. Что за цветы? Вот одна растёт, один белый, другой красный. О, маленькая зелёная точечка. Даже несколько. Начали расти. Не помню. По-моему, белый. Может, красный. А вот этот вот, он у меня тоже лежал в земле, но вообще ничего не было. Тут уже корни дал. Тут уже всё, уже пошёл. А этот вообще ничего. Я его взяла и положила прямо в воду. Я не знаю, сама придумала. Потому что он был такой сухой. Думаю, может, его размочить в воде. Может, он пойдёт. Не знаю. Может, уже всё. Ну, пускай плавает. Может, что-нибудь получится. Если долго мучится. Всё. Теперь жду, когда тюльпу стирает. Стуль я уже говорила. Я её не глажу. Я её прямо даже не выжимаю. Сюда вешаю. Она капает. И всё. А шторы, шторы. Потом я начну шторы стирать. И, наверное, их надо будет погладить. Но это, наверное, уже не сегодня. Сегодня у меня времени нет. Сейчас, потому что у меня ещё вот с этой стороны бардак надо убрать. Ну, и вообще ещё прибраться. И там уже готовить надо будет. Приходит сейчас смс-ком от учителя, что в понедельник у нас сбор макулатуры. Нужно будет, ну, взвесить и подписать по возможности. Да? Класс там написать, наверное, фамилию. Не знаю. Кошмар. Какая макулатура? Они хоть бы заранее предупреждали. Я макулатуру сдавала, наверное, только когда я училась. Когда мы пионерами были. Всё. Мы больше никогда макулатуру-то не сдавали. Ни со старшей дочерью. Чё, опять макулатуру начали собирать? С одной стороны, конечно, хорошо. Мы хоть предупредили бы, мы хоть газеты бы брали какие-то. У нас макулатуру-то сроду нет. Мы всё выкидываем. Так, а я сейчас буду готовить ужин. Сегодня будет у нас пюрешка с котлеткой и овощной салатикой. А, у нас дождичек пошёл. Не зря ж я окна мыла. Ужин на диете. Вот в этом блюде где-то 500 калорий. Вот мой ужин. Конечно, самое калорийное это котлетка. Одна котлетка где-то 200 с чем-то калорий. 230, по-моему. И 200 грамм. Я приблизительно тоже, я просто не взвешивала. У меня ещё 200 грамм где-то у меня картофельное пюре. 200 грамм салатика со сметаной. Вот. И получается где-то около 500 калорий. То есть овощи, конечно, менее калорийные. Они там по 60 калорий. 100 грамм приблизительно. Да, и, конечно же, всё без хлеба. И ужинаю я где-то, ну, 6, максимум 7 часов. И уже потом не перекусываю, ничего. И, главное, ночью я перестала есть. Так я ещё ночью. У меня прям такой соблазн всегда было что-нибудь перекусить. У нас уже следующий день. И сейчас был недавно у нас розыгрыш призов. Да? Кто знает, мы ходили по паркам. И было... Разыгрывалось три приза. Там магазины какие-то, карточки по 5 тысяч, по 10 тысяч. И поездка по городам России там какая-то. Воронеж, ещё что-то такое. Ну, ладно. Я как бы на них-то особо и не надеялась. Играло у нас 40 с чем-то человек, нам сказали. Вот. Ну, как вы думаете, выиграли вы что-то? Конечно, нет. Ничего мы не выиграли. У меня какое-то двоякое чувство после этого конкурса, квеста. С одной стороны, я, конечно, люблю гулять по паркам, да, ходить там. На целый день уходить. Но, с другой стороны, я не люблю ходить в дождь и в плохую погоду. И не люблю это делать быстро, спеша. Нужно там быстро пройти за неделю. Ну, максимум один парк в неделю. И то даже где-то один-два в месяц так пройти. Но не за 5 недель 15 парков. Это я, конечно, тоже беготню такую тоже не люблю. Вот. Бегать из-за того, чтобы... Вот единственное, было интересно то, что ты ходишь не просто так идёшь в парк, да, а тебе нужно там найти что-то, найти, сфоткаться, да, какую-то локацию. Вот это было вот интересно. В принципе, это можно было растянуть на полгода и ходить искать. Давали бы ещё какие-нибудь поощрительные призы, да. Ну, хоть погнитик. Ну, вообще, мне кажется, было бы честнее не так вот 40 человек рандомно выбирать, да. Там, ну, какое число выпадет, такое, и вот нам дают 22 номер, вот если у нас выпадет, то мы выиграем. Что-то как-то вот нечестно, да, мне кажется. Мне кажется, честнее бы был, например, конкурс, кто быстрее пройдёт эти парки. Пускай бы не отличилось 5 неделями, да, там, кто быстрее пройдёт, тот и выиграл. Уже было бы честно, кто-то там бегал, старался, тот и выиграл, да. Кто, конечно, там, не старался, тот и выиграл, а это, ну, короче, как-то, вот. Буду я ещё в таких конкурсах участвовать? Не знаю, не знаю. Сейчас бы мне сказали, я бы, конечно, не побежала, я уже устала от этих парков. Потом, может быть, я ещё посмотрю перед этим, какая погода за месяц, на месяц сразу. Ну, потому что в плохую погоду я, наверное, уже ходить не хочу. А так прогуляться, конечно, можно. И, конечно, если делать нечего, можно. Ну, конечно, не за призы, но я, в принципе, не надеялась, что мы что-то выиграем, ну, ладно. Ладно, всё равно мы хорошо провели время, посмотрели много парков, я много что узнала нового, даже не знаю, живя всю жизнь в Москве, даже не знала там некоторых мест, парков. Вот это, конечно, плюс был большой. А я сегодня решила разобрать обувь. Вроде бы недавно доставали весеннюю, уже пора доставать летнюю. Это во-первых. А во-вторых, посмотрите, что у меня произошло. У меня сломалась полочка. Мы, конечно, покупали их хлюпенькими, дешёвенькими, но попробую сегодня что-то сделать. Или выкидывать придётся, покупать новую. Это во-вторых. А в-третьих, мне нужно узнать, какую обувь нужно нам докупить летнюю, потому что Лера скоро выезжает на лето к бабушке, и мы поедем в отпуск на пару недель. Будет не до покупок. В прошлом году мы покупали Лере вот такие кроссовки. Они, в принципе, ей как раз, но она их с трудом одевает. У ней очень широкая нога. Вот даже тут не до конца зашнурована, и всё равно еле-еле она у ней протискается туда. И она в них старается, ну, редко ходит. Так что, наверное, придётся ей покупать новые. Ну, а мама будет дотаскивать старые. У меня 36 размер ноги, у Леры 37. Наверное. А может, уже и больше. Весной она ещё донашивала ботинки вот эти. Вот эти. Это ботинки старшей сестры Насти. Она их ещё донашивала, можно сказать. У Насти тоже 36-й. А уже в следующем году мы будем за Лерой донашивать, наверное. Как и эти кроссовки. Достала я летнюю обувь. Сейчас посмотрим, что вообще тут есть. И что нам нужно будет купить. Так, ну всё, готово. Теперь только вместо трёх здесь полочек стало две. Палочки сломались. Лере нужно покупать обувь, точно. Вот одни есть у неё. Это школьные. Это она ходит, ну, сменка у неё. Эти, я сказала, она не будет, наверное, носить. Придётся мне их носить. Так что ей нужно купить шлёпки. Ну, так бегать в деревне, да, какие-нибудь такие резиновые. Посмотрим. Кроссовки или тапочки такие. Ну, может, на липучках, ни на шнурках. На шнурках у неё не лезут. И какие-нибудь, может, босоножки. Конечно, три пары обуви нужно. Так что ждём папину зарплату. Всем большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok